Я очень долго рассуждал, что же купить для музицирования за стенами дома. Такое, чтобы было компактное, удобное, помещалось в любую сумку. При этом имело функции секвенсера, сэмплера и синтезатора одновременно. Таких приборов на рынке, в принципе, достаточно много, но маленьких, компактных не очень. Могу просто перечесть, это Teenage Engineering, OP-1, OP-Z, новый вышедший Field, он вообще под 200 тысяч стоит. Затем есть еще Roland MC-101, в принципе, тоже хорошая машинка, стоит сравнительно недорого. Но найти ее сейчас на рынке практически невозможно, а БУ мне не захотелось брать. Кстати, БУ тоже довольно тяжело найти. Поэтому я остановился вот на этом аппарате, нашел его в MusicMag, забрал последнюю модель, мониторил несколько недель, можно сказать, за ним, он был единственный в продаже. Стоил 78 тысяч. Я нашел такой же аппарат, где-то чуть ли не во Владике, на Авито. Человек запрашивал 50 тысяч, но потом увидел, что MusicMag опустил цену сразу на следующий день на 58 тысяч. И то ли платить полтинник за БУшный, будет идти он две недели из этого Владивого Востока, то ли заплатить 58 тысяч, и через буквально пару часов аппарат был уже у меня дома при помощи доставки курьером. Итак, это Гитари Органелл М. Вот, выглядит абсолютно хипстерски. Такой космический аппарат, как будто из фильмов Стартрек, старых 70-х годов. Вот кнопочки у него здесь деревянные, замечу. Вот у него есть динамик, у него есть микрофон, экранчик. Так, короче, это одновременно сэмплер, синтезатор, секвенсор. Здесь есть слот для мини-карты. Даже есть, я не знаю, вот это вот видюшное соединение, это даже не аудио. Это, я не знаю, для чего. Возможно, здесь есть какие-то видео при бомбасе, есть управление, ну, какое-то управление видеоизображением. Вход, выход, наушники, педаль, меди-аут, меди-вход, электрический слот, кнопка включения-выключения. Вот такой аппаратец, в принципе, он довольно известный в музыкальных кругах. Считается, что это конкурент Teenage Engineering. Ну, теперь его нужно просто пробовать на практике. Звучит он интересно, прикольно. Я изучил много всяких видюшных туториалов. В общем, он стоит своих денег. И теперь я смогу брать с собой куда угодно эту штуку. Можно вставлять батарейки и музицировать. Так что я вот доволен. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok